Зимний чемпионат Владимирской области, матч в Низаже Ютекс, с нами Владимир Гусев, братарь Низаже. Володь, привет! Низаже по праву считается фаворитом любого областного соревнования, один из сильнейших составов команды в области. В 2017 году выиграли все, что возможно, да, то есть это был и кубок, и чемпионат, и кубок закрытия, кубок сезона, и в 2018 вы выиграли кубок открытия, то есть полный цикл вообще всего, собрали все, что можно. Как думаешь, по силам ли повторить такой сезон для вашего будущего? Я думаю, да. Все те же самые. Будет в этом году все-таки усиление небольшое. Пока не могу сказать, кто именно. Контракты как бы еще не подписаны с новыми футболистами. Но думаю, да, вполне возможно. Согласен, что у нас один самый сильнейший состав. Все ребята прошли очень хорошую школу, школу наша Владимир Старопедов. Поиграли, многие поиграли на профессиональном уровне. Но также можно сказать про нашу, наверное, посетка основного соперника, команда строителей. Там тоже много хороших ребят, хороших футболистов, в первую очередь. Вот. Я думаю, в этом году будет очень-очень интересный чемпионат. Вот следующий вопрос. Ты меня опередил. Хотел спросить, кто главный соперник для вас? Ну, коль уж ты говоришь строитель, то строитель или в низаже? Вот кто для вас главный соперник? В первую очередь, конечно, в низаже. Да. Много матчей мы в том году немножко потерялись. Потерялись, как сами, и потеряли в очках, что могли не гладить до последнего пресса строителям. Также все-таки не могу, наверное, с уверенностью сказать, что допустили финал с Ковровым. При всем уважении к Коврову, но мы все-таки немножко не вошли в первую тайну игру, поэтому нам дали. Ну, да, в первую очередь, конечно, сами себе основные соперники. А дальше уже Купреева. Я думаю, несколько команд могут зацепиться за первую игру. То же самое, Гуси, они всегда близко-близко. Гвардеец, очень хорошая команда, молодая, всегда они бегут, бегут в начале. Потом не знаю почему-то. Где-то оступаются, где-то спотыкаются и выбывают из этой гонки. Ковровь. Тоже очень-очень хороший коллектив каждый год. Не знаю, как будет в этом году, потому что ничего еще не понятно, но тоже они могут сопротивляться. Опять же, в первом сезоне, если вспомнить, в 17-м, то же самое год. Тоже на полу шла по чемпионату, тоже они сопротивлялись с ним, был тесно играть. Я думаю, много, много команд, которые на самом деле могут составить борьбу. Особо у них по силам не уделяется. На зимнем чемпионате в составе вашей команды мы видели Алексея Стеблецова и Скаврова, да? Также мы видели в составе Ютекса Олега Пексина, в составе гвардейца Александра Мадарина. Что вообще с Скавровым-то происходит? Нет никаких данных, скажем так. Может, что-то ребята говорят. У нас дальние только из желтой прессы, из паблика в комплекте и так далее. Пока что-то такого тоже официального, что они снимаются, не снимаются, нет. В просьбе будет у них команда, то, что здесь два у них команды будет, опять же, в желтой прессе пишут, что точно. Основная команда в игре тоже будет, но, видимо, в немножко высеченном составе. Но здесь все-таки, опять же, вопросы к оброгу, они лучше ответят. По сегодняшнему матчу, сегодня уверенная победа, да, крупная струни, но вы обыграли вообще с космическим счетом. Поделись ураташки по секретам, как вот такой матч отыграть и не замерзнуть? Зимние все-таки первисы. Мы же много, мы согреваемся, конечно, не имеем. Да нет, если ты постоянно в игре, то же самое, эмоциональный для тебя, эмоциональный какой-то фрон тоже постоянно себя подогревает. Плюс двигаться, победа немножко. 16 вперед, 16 назад и все в теплее. Расскажи, как в целом проходит подготовка команды, не заживая, вот к сезону летнему. Что делаете? В мину футбол играете или какие-то тросы делаете? Вопросов не было, занимались штамином футболом, получалось две игры выходные. Тренируемся два раза в неделю, у нас тренировки, здесь, наверное, на большом, на большом, удобном, красивом поле. Ну и одна игра, выходные. Вот вся наша подготовка. На матчах вашей команды, некоторые голосистые болельщики самые-самые, да, часто сравнивают вас с торпедо, с ПФЛ вообще, с уровнем игры такой. Вот вопрос, как ты думаешь, следует ли возобновлять какие-то старые традиции, да, вот матч в формате торпедо-Владимир, ну или Муром против сборной области, он насколько был бы интересен людям? Для сборной области, я думаю, что он очень был бы интересен, потому что всегда интересно играть против профессиональных команд, и я думаю, по тому составу, который опять же будет собран, там много ребят, которые сами прошли эту школу, доказывать я не считаю, что им что-то нужно, но тем не менее, всегда интересно проиграть против своих там старых каких-то партнеров, против старых партнеров, против старой команды. А для болельщиков? Вполне интересно, для болельщиков это тоже посмотреть помимо той команды, которая у нас есть профессиональная, посмотреть на ту команду, которая у нас также есть в области, больнофутболистов в области, в первую очередь. Отлично, Володь, спасибо большое, с победой! Спасибо тебе! Спасибо! Субтитры подогнал «Симон»!